Доброе утро, коллеги. Надеюсь, что, несмотря на лето, вы все проявили достаточно большой интерес к сегодняшнему нашему вебинару. Сегодня мы с вами познакомимся с очень важной для всех темой, а именно темой изменения в ассортименте той продукции, которую вы уже давно применяете и полюбили и фактически достигли достаточно больших результатов с ее помощью, но жизнь не стоит на месте и развивается это мощное международное направление, которое мы называем нутрициологией. Ну и, соответственно, это вносит изменения и ассортимент программ Nutrilite, потому что то, что было актуально еще вчера, под давлением исследования времени утрачивает свою, скажем так, инновационность и уступает место новому. Поэтому мы с вами сегодня говорим о тех инновациях, которые реализуются через новый продукт Double X. И надеюсь, что сегодняшняя наша информация будет вам полезна с точки зрения понимания, куда движется бренд и какие результаты это может принести вам, как участникам этих программ и, конечно, вашим уважаемым потребителям, потому что они, безусловно, тоже хотят двигаться в ногу со временем, тоже интересуются теми новинками, которые появляются на нутрициологическом рынке и, соответственно, ожидают новых эффектов. Вот давайте об этом сегодня и поговорим. Надеюсь, что у нас сегодня достаточно большая аудитория, представляющая разные регионы, которая даст возможность нам быстро охватить наше российское пространство вот этой, не побоюсь этого слова, инновационной информации. Что хочется сказать вначале по обсуждаемой теме? Ну, ярким таким признаком современности стали качественные и количественные изменения в структуре питания на глобальном уровне. Я думаю, что этот постулат для вас фактически не вызывает никаких сомнений. Однако, что же мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что важнейшими характеристиками современного доступного массового пищевого продукта, к сожалению, становится его внешний вид, вес, вкус и, самое главное, для многих цена. Если это выглядит привлекательно, если оно дешево, если нас во время приобретения продукта питания никто не обвесил, то мы считаем свою задачу выполненной. То есть, мы удачно сходили в магазин. И вот эта идеология массового потребления, она, по сути говоря, для многих стала практически религией. Люди перестали задумываться о самом главном, о чем надо думать, когда человек приобретает продукт питания. А главное, что? Главное, что я ем, по сути, то есть, что находится в составе данного пищевого продукта. Зачем я это съел? Очень важный вопрос, могу ли я это есть? И в чем конкретно нуждается мой организм, в том числе и конкретно сейчас? Вот эти вопросы, к сожалению, большинство даже и не задают себе. Между тем, ответы на эти вопросы представляют из себя, по сути, элементарную потребительскую грамотность и определяют те результаты, которые мы получим от использования того или иного продукта. Конечно, я думаю, что вы понимаете, что на сегодняшний момент произошли серьезные изменения в понимании производителей тех приоритетов, которые ставятся в угловую угла при изготовлении того или иного продукта питания. Любой производитель, и это, наверное, не странно абсолютно, будет стремиться к удешевлению своей продукции. И, соответственно, будет применять те подходы, которые будут эту задачу решать. И в растительном мире есть свои законы. Законы формирования тех или иных питательных веществ, которые, к сожалению, нарушить пока невозможно. То есть у нас нет технологий для того, чтобы это сделать. Однако производители экспериментируют достаточно активно, применяя различные ускорители роста. И вы прекрасно понимаете, что это работает и в сельском хозяйстве, производящем растительные продукты, и, конечно же, работает в животноводстве. Что в итоге получается? Зеленая масса, безусловно, ускоренно нарастает, но количество нутриентов в этой зеленой массе за это время нарастает незначительно. И соответствует ровно тому периоду, который мы должны наблюдать в норме. То есть если фитонутриенты должны накопиться за месяц, они накопятся за месяц, а отнюдь не за 10 дней, как хотелось бы производителям. Что в итоге получилось? В итоге получилось, что прилавки магазинов заполнились большим количеством яркой, привлекательной, свежей с точки зрения внешнего вида, но зачастую абсолютно бесполезной пищевой продукции. Анализ которой на содержание витаминов, минералов, минорных компонентов пищи, то есть фитонутриентов, приводит к неутешительным результатам. А именно, в большинстве продуктов за последние 20 лет это содержание снизилось практически вдвое. То есть съесть такой продукт можно, но пользу получишь в два раза меньше. Это, к сожалению, собственно говоря, и привело к очень многим проблемам, которые мы наблюдаем сейчас. Потому что потребитель оказался не готов к такой ситуации, потому что внешне такие продукты не только не отличаются в худшую сторону от тех, которые были еще 20 лет назад, но даже наоборот, производят гораздо более привлекательное впечатление, по сути говоря, вводя в заблуждение тех, кто их покупает. Итак, ярким признаком современности стали качественные и количественные изменения в структуре питания на глобальном уровне. Важнейшими характеристиками современного доступного массового пищевого продукта стали его внешний вид, вес, вкус и, самое главное, цена. Все, чего много, что выглядит аппетитно на витрине и доставляет удовольствие при попадании в рот, производится и потребляется в трудно поддающихся оценкам масштабах каждый день. Среднестатистический россиянин, как и житель любой другой цивилизованной страны, при выборе продуктов в магазине прежде всего посмотрит на цену, затем визуально оценит привлекательность продукта и поинтересуется его свежестью, проследит, чтобы его не обвесили и, если надо, попробует. На этом все. Недостаток знаний о самом глубинном смысле питания с детства и до глубокой старости не заставляет даже задуматься большинство людей над вопросами, что я ем по сути, зачем я это ем, могу ли я это есть и в чем нуждается мой организм сейчас, из чего состоит моя еда. Между тем, ответы на данный вопрос являются ключевыми для сохранения здоровья и активной долгой жизни. Большинство людей даже не отдает себе отчет в том, что крупные производители массово потребляемых продуктов перестали заботиться об их пищевой ценности, а во главу угла поставили максимальное снижение цены и увеличение сроков годности. Поэтому важнейшими инструментами достижения этих стратегических целей стали тотальная химизация всех этапов сельского хозяйства, неуклонное внедрение генно-модифицированных продуктов, использование антибиотиков и стимуляторов роста при промышленном производстве мяса и рыбы, консервации плодовощной продукции на период транспортировки, использование огромного спектра пищевых добавок, искусственно улучшающих внешний вид и вкус и существенно продлевающих срок хранения без внешних признаков потери потребительских свойств, резкое увеличение сахара в конечных продуктах. Это привело к угрожающей низкому содержанию продуктов митронутриентов, растения просто не успевают их синтезировать, повышение токсикантов, большинство из которых не выводится, а суммируется в организме до критически опасных концентраций, а также кратного роста калорийности питания. Главная проблема заключается в том, что большинство производителей и потребителей интересует не полезность, а безопасность продуктов. Проводится ошибочная параллель. Безопасно значит полезно. Действительно острого токсического эффекта нет, на что как правило ссылаются производители, но отсроченный эффект это рост всех без исключения болезней цивилизации, включая всплеск онкологических заболеваний, в том числе и у детей. Между тем, организм человека в любом возрасте, как и многие тысячелетия назад, продолжает расти, развиваться и самообновляться только за счет поступления природных микронутриентов животного и растительного происхождения. Без более чем 20 тысяч натуральных веществ, аналогов которым нет в современном химическом синтезе, несмотря на все попытки ученых, мы так же, как и наши далекие предки, не умеем защищаться от огромного числа микроорганизмов, не можем синтезировать белки и липиды, запасать энергию, самоочищаться от внутренних и внешних токсинов, наконец продолжать свой род. Поэтому так много сейчас бесплодных молодых пар, больных, недоношенных детей, пожилых людей, умирающих в 60 лет не от старости, а от инсультов, инфарктов и сахарного диабета. Мы достигли величайших успехов в биосинтезе огромного количества соединений во всех отраслях промышленности, которые до неузнаваемости изменили нашу жизнь. Однако, несмотря на все успехи фитохимии, мы пока не сильно продвинулись и, возможно, не сумеем никогда продвинуться в создании полностью биоидентичных аналогов биологически активных соединений растений, полноценно регулирующих наш обмен веществ. Полностью воспроизвести не просто химическую формулу этих веществ, а и стереохимическое строение, делающее вещество биосовместимым, оказалось сложнейшей задачей. Кроме того, все природные вещества, даже одного растения, работают как синергисты в определенном природном составе и соотношении. Это витамин С и полифенолы. Большинство витаминов группы В в природной форме микроэлементы кальций, магний, марганец и цинк в сочетании с ультрамикроэлементами. Мощнейшими синергистами являются так называемые витамеры, различные из-за формы одного и того же витамина, особенно яркие примеры токоферолы и каротиноиды. Важно, что и под термином витамин С нужно понимать не аскорбиновую кислоту, а целую группу из семи соединений синергистов. Создать такой сложнейший коктейль искусственно почти нереально. Поэтому наиболее продвинутыми производителями, как источник фитронутриентов, используются многокомпонентные природные экстракты, стандартизируемые по наиболее важному веществу. Очень важно, что, как правило, именно этот природный состав всасывается с оптимальной скоростью, имеет минимальные побочные эффекты и поэтому может применяться длительно с профилактической целью. Ответом на эти вызовы цивилизации стали международные программы органического земледелия, целая индустрия производства специализированных продуктов для здоровья, функционального питания и биологически активных добавок к питанию, содержащих концентраты витаминов, макро-микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот, полноценного белка, диетической клетчатки, пребиотиков и, наконец, широчайшую гамму самых разнообразных минорных компонентов пищи, то есть микронутриентов. Данные программы не являются терапевтическими, предполагают создание условий для самовосстановления организма в любом возрасте и физиологическом состоянии за счет нормализации качественного разнообразия и достаточного профилактического уровня концентрации широкого спектра биологически активных веществ. Именно по этой причине неверно рассматривать данную стратегию как временную, необходимую для достижения целевых показателей, которые могут потом быть удержаны с помощью стандартного питания. Конечно, эффект насыщения имеет место быть, но большинство природных веществ не имеет свойства запасаться на длительный срок в депо организма. На сегодняшний момент актуальным является не только восполнение классического набора тканевых антиоксидантов, витаминов С, Е, каротиноидов, селена, цинка, марганца, меди и железа, обеспечивающих так называемую защиту по потребности, но и новые подходы, которые предполагают использование так называемой проактивной стратегии. Вот на принципах проактивной стратегии, по сути говоря, и построен концепт нового продукта, который мы хорошо знаем по названию, а именно Double X. Давайте повнимательнее посмотрим, что на сегодняшний момент мы можем сказать о данном обновленном составе. Новая формула, она по-прежнему остается сбалансированной по составу витаминов и минералов. Также включает в себя комбинацию фитонутриентов, которые имеют синергистический эффект, но в отличие от предыдущего продукта, имеет уникальный механизм действия, который реализуется на уровне ДНК клеток. О чем же идет речь? Вот давайте посмотрим на данный слайд. Мы видим, что первым важным, скажем, шагом вперед является сбалансированный состав с увеличенной дозировкой ключевых элементов, что мы увидим на следующих слайдах с учетом специфики нашей страны, нашего региона, большого региона, Земли имеется в виду. Второе. Прием данного продукта стал удобнее, потому что уменьшилось количество принимаемых таблеток. И, наконец, эффективность данного продукта за счет тех инноваций, которые были осуществлены при его подготовке, стала намного эффективнее, что подтверждено клиническими исследованиями. Вот вы на данном слайде видите комментарии к теме удобства приема, количество нутриентов по составу очень близко. Есть отличия, о которых мы скажем дальше. А, как видите, количество таблеток сократилось, и, соответственно, это, конечно, для кого-то является более приемлемым, потому что нельзя игнорировать такой факт, как, скажем, влияние механического раздражения таким предметом, как таблетка, на слизистую полость рта, которая для ряда людей является, как ни странно, препятствием для длительного, а лучше пожизненного, употребления фитонутриентов для сохранения своего здоровья. Поэтому мы, как положительный факт, безусловно, как эксперты оцениваем данный подход, который упрощает прием и, соответственно, обеспечивает приверженность длительному приему продукта. Вы на слайде видите основные элементы. В данном случае это, прежде всего, витамины. Состав их претерпел позитивные изменения, которые выразились в том, как было уже сказано выше, что состав более адекватен ситуации у нас в стране. Эта ситуация постоянно мониторится специалистами в области питания. Соответственно, проводятся замеры в разных регионах с выяснением тех или иных дефицитов, которые соответствуют различным южным, северным, восточным или западным, или центральным нашим областям. Так вот, в результате таких замеров выявлена усредненная характеристика дефицитов по витаминам, которая, как вы видите, существенно больше по ряду витаминов, нежели чем это было раньше. Поэтому продукт сделан более адекватным в текущей ситуации. Мы вынуждены констатировать, что дефициты за это время в стране по ряду веществ, витаминов усугубились. Поэтому тех доз, которые использовались раньше, может просто не хватать для покрытия суточных потребностей. Поэтому, соответственно, вот как вы видите, по биотину, по витамину D3, по витамину А, B1, B12, по витамину B2 и по пантотеновой кислоте внесены соответствующие коррективы. Вместе с тем ряд витаминов, по которым дефициты существенно ниже, наоборот, уменьшены по содержанию, что тоже является вполне оправданным, потому что избыток так же плох, как и дефицит. Если мы посмотрим на содержание минералов, на следующем слайде ситуация близкая. То есть мы видим, что и железо, и йод особенно, о чем будет сказано дополнительно, а также кальций, магний, медь, это и селен, и хром, и цинк, имеют гораздо большие склонности к дефицитам у большинства населения России, нежели чем это было ранее, соответственно, требуют коррекции по дозе. И хочу обратить внимание на то, что дополнительно добавлено необходимое количество молибдена, что тоже, в общем-то, является, скажем так, характерным для нутриентного состава россиян. Такой сбалансированный состав позволяет достаточно эффективно поддерживать нормальное питание в среднем у большинства населения и, соответственно, достигать целевых показателей достаточно оперативно в течение срока от двух до шести месяцев восстанавливать естественным путем тот нормальный состав ткани организма, который характерен для практически здорового человека. Обращаю ваше внимание, что есть интересные и принципиально важные изменения по составу фитонутриентов. Я думаю, что продукт XX, скажем так, уважаем и любим многими именно за фитонутриентный состав, что его принципиально отличает от аналогов, которые в большом количестве существуют на рынке, существуют в различных, скажем, формах. Так вот, фитонутриентный состав – это тот ключ, тот волшебный инструмент, который открывает многие закрытые двери даже при наличии достаточного количества витаминов и минералов в сбалансированном количестве, потому что минорные компоненты пищи, фитонутриенты, являются инструментами запуска огромного количества тончайших настроек, которые дают возможность использовать и витамины, и минералы, и ненасыщенные жирные кислоты, и белок. Так уж устроен наш организм. Он по-другому не работает, хотим мы этого или нет. И все попытки подстроить организм под, скажем, наши концепции, теории, зачастую терпят фиаско именно по той причине, что мы не учитываем вот этот важнейший компонент, а именно минорные компоненты еды. Они обязательно должны входить в пищу, но в силу тех причин, о которых мы с вами сказали во вступлении, к сожалению, растения не успевают их синтезировать в должном количестве во время вегетационного периода, соответственно, организм может получить даже в сбалансированном количестве витамины, минералы, ненасыщенные жирные кислоты, белок и так далее, но не получив фитонутриентов, этих очень тонких регуляторов, в любом случае, все равно подвергнется различным негативным влияниям, как внешним, так и внутренним. Поэтому здесь этому уделено высочайшее внимание, и вы видите, что фитонутриенты стандартизованы по количеству. Это принципиальный момент, потому что, когда мы говорим об этом огромном, очень таком высоко конкурентном рынке биологически активных добавок, как среди производителей российских, так и среди производителей зарубежных, то очень часто количество компонентов, являющихся экстрактами из пищевых и лекарственных растений не указывается на этикетке. Почему? Ну, потому что так удобнее для того, чтобы ввести в заблуждение потребителя. Есть и есть, сколько ни важно, и создается ощущение, что эта тема никаким образом не изучена и не стандартизована. Это совершенно не так. Все очень хорошо изучено, и все мировые ведущие бренды обязательно указывают количество действующих веществ, потому что только так можно рассчитывать на эффект. Если человек недоедает фитонутриентов ключевых, он точно так же оказывается в дефиците, как недоедая витамины, минералы и ряд других компонентов. Это тоже стандартизованные компоненты питания, которые подкреплены огромным количеством международных исследований. Соответственно, вот антоцианиды в данном случае мы видим. Мы видим такие уже известные вам и, скажем, на слуху находящиеся компоненты, как ликопин, лютеин, кверцетин. И немножко новые для вас вещества, которые будут также охарактеризованы на следующих слайдах, это куркумин и розмариновая кислота. Ну, новые с точки зрения понимания их эффекта, потому что с точки зрения восприятия на слух, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что куркумин из куркумы, а розмариновая кислота, скорее всего, из розмарина. Ну, в принципе, так и есть, но не только эти, скажем, продукты содержат эти вещества, просто эти вещества в наибольшем количестве содержатся именно в данных продуктах и открыты, собственно, были в них, поэтому и получили название по основному продукту. Очень важным моментом является то, что в продукте большое внимание уделено синергистичности эффекта. Не надо думать, что можно сочетать все, что угодно, с чем угодно. Так не получается, собственно говоря, так никто никогда не делал, составляя комбинации и фитотерапии, и выстраивая рационы, потому что продукты могут являться как синергистами, так и антагонистами. И вот в продукте XX это, естественно, умными специалистами, которые длительное время занимаются этими вопросами, конечно, учтено, и подобраны те компоненты, которые, оказывая соответствующее действие по отдельности, будут работать вместе сильнее. Поэтому экстракт куркумы, экстракт розмарина и экстракт сафоры японской взяты в комбинации синергистической. Они являются природными синергистами и усиливают действия друг друга гораздо существеннее, чем просто механическая сумма, что, собственно говоря, и отражено на слайде в виде суммации эффектов. Так вот, суммация в данном случае потенцирует эффект, который в три раза выше, чем просто механическая сумма эффектов каждого из этих растений. Это тоже доказано в результате клинических исследований. Для того, чтобы подтвердить результаты вот такого вот комбинаторики, проведены исследования с использованием современной техники. Это в данном случае жидкостная хроматография. Это сейчас золотой стандарт оценки эффектов. И не только эффектов, но и содержание тех или иных компонентов в сырье. И в данном случае все те заявления, которые делаются, они, безусловно, основаны на результатах подтверждения фитохимических свойств и синергистического действия уже на объекты или ин витро, то есть в пробирках, или ин виво, уже на живых организмах, на животных, ну и, соответственно, конечно, уже и на человеке. То есть исследования фитохимии абсолютно соответствуют тем же параметрам, тем же принципам, которые закладываются в программы по производству новых лекарств, в том числе и синтетических. Некоторые врачи, да и многие потребители на этот счет заблуждаются. Считаю, что фитохимия чем-то отличается от химии синтетических веществ. Ничем не отличается ни по методам исследования, ни по доказательной базе. Другое дело, что исследовать природные соединения существенно сложнее, чем синтетические, по одной простой причине, что они многокомпонентны. Поэтому все эти эффекты, они, естественно, проверяются, проверяются многократно и отбирается, что очень важно сырье. Сырье любое не подходит для решения этой задачи, потому что сырье, как уже было сказано, может просто не накопить данные вещества. Поэтому используется органическое сырье, используется сырье, поставляемое только с проверенных территорий. И, как вы знаете, Нотрилайт, в частности, страхуясь от некачественного сырья, использует сырье собственных ферм, прежде всего, или сырье, аккредитованных с помощью сертификатов Nutresearch, плантаций, которые также обеспечивают достаточное содержание ключевых компонентов, которые затем можно применить. Что хотелось бы сказать по поводу инновационности данного продукта. Это, прежде всего, двойной, скажем так, эшелон действия продукта, который обусловлен, скажем, эффектами как непосредственными, связанными с эффектом воздействия по запросу, а также с долговременными эффектами, реализуемыми через уже ядро и через ДНК. Я думаю, что для вас ни для кого не секрет такое направление, как тема борьбы со свободными радикалами. Не надо, естественно, здесь, скажем так, избыточных восторгов по поводу этой темы. Это не единственная на сегодняшний момент известная причина ухудшения здоровья и, скажем, наступления преждевременного старения и даже смерти, но очень существенная. То есть и преуменьшать ее тоже нельзя. Свободные радикалы, да, безусловно, должны находиться под контролем и вот дефицит антиоксидантов пищи – это один из реальных инструментов повреждения внутренней структуры организма, в том числе и повреждения, приводящие к старению. Так вот, да, определенный запас антиоксидантов у нас есть. Этот запас может быть пополнен за счет использования антиоксидантных витаминов, назовем их, это и витамин Е, витамин С и мультикаротины, причем, обращая внимание, что это обязательно смесь действующих веществ, витамин С – это практически семь изоформ различных, которые входят в состав природных соединений, в частности, такого, так сказать, важнейшего источника витамина С, как ацерола, где присутствуют все семь изоформ, а не только аскорбиновая кислота. Это, конечно, смесь каротиноидов, а не только бета-каротин, тем более синтетический. И это, конечно же, смесь токоферолов, а не только альфа-токоферол, тем более синтетический. То есть, вот эта вся комбинация, она является смесью антиоксидантных витаминов. То же самое касается и антиоксидантных минералов, которые входят в состав ферментов-антиоксидантов. Это, вспомним с вами, это и селен, это и цинк, это и марганец, это и медь. И вот такая вот многослойная многоуровня защита, да, безусловно, сразу, так сказать, задействуется организмом, если возникает избыток свободных радикалов по внутренним или внешним причинам. Но есть еще одна стратегия, очень важная, а это увеличение резервов антиоксидантной защиты. В данном случае речь идет об антиоксидантных ферментах, которые можно насинтезировать, не хочется говорить впрок, но хочется сказать заранее. В случае увеличения тенденции к повышенному расходу, повышенной потребности. Я думаю, что вы понимаете, что этим процессом заведует ядро клетки, потому что именно в ядре клетки хранится в ДНК информация о всех абсолютно ферментах, которые использует организм, в том числе и ферментах-антиоксидантах. Это и супероксид дисмутаза, это и глутатион пероксидаза, и каталаза, и другие антиоксидантные ферменты, собственно, в которых как раз в качестве активных центров и работают те самые микроэлементы. Так вот, для того, чтобы увеличить пул антиоксидантных ферментов, необходимо их произвести. Производятся они точно так же, как любой белок, в результате считывания информации с ДНК и последующего синтеза на структурах клетки, которые называются рибосомы. Так вот, для того, чтобы решать эту задачу, собственно говоря, в каждой клетке существуют инструменты, которые позволяют этот процесс запускать. Во-первых, существуют специальные белки с достаточно сложными названиями, позвольте здесь это не озвучивать, здесь на слайде вы видите данную группу белков под названием протеиновая пара, которая, собственно говоря, и является как бы триггерным механизмом для запуска процесса синтеза антиоксидантных ферментов. Это два белка, которые находятся в связанном состоянии с помощью водородных связей и ждут своего часа. Как только концентрация свободных радикалов начинает устойчиво нарастать в окружающей среде клетку, именно, обращая внимание, устойчиво нарастать, то есть, когда появляется некая тенденция, которая повторяется в течение определенного времени, один компонент этой белковой пары, отсоединяется и двигается в сторону ядра, проходит через оболочку, мембрану ядра и оказывается внутри, а дальше на третьем этапе подсоединяется к определенному участку ДНК. И вот это действие на сегодняшний момент учеными, собственно говоря, и называется эпигенетикой. Что эпигенетика? То есть, это влияние условий жизни на функцию ДНК. Мы с вами очень много уже знаем про генетику, знаем о том, что вся наша информация находится в ДНК. Возникает вопрос, вся ли она используется. Нет, не вся. Используется равно та, которая необходима для решения конкретных жизненных задач. Поэтому генетика не приговор, а лишь инструмент. И вот как раз вот этот механизм, он, собственно говоря, и показывает вам, как осуществляется это влияние на конкретном примере. На примере запуска синтеза ферментов, антиоксидантов, то есть белков. Очень важным и интересным на сегодняшний момент, и я думаю, что это представляет интерес прежде всего для людей с высшим медицинским образованием, но и безусловно с образованием, не медицинским интересующимся вопросами здоровья. А интересное заключается в том, что ряд растений, вот те, которые представлены на данном слайде, это именно розмарин, это сафора японская и куркума, обладают способностью влиять на эти процессы, причем влияют в дифференцированном виде. Если экстракт куркумы влияет на первый этап, то есть он способствует разделению вот этой белковой пары, в результате чего один из компонентов активируется и двигается в сторону ядра, то экстракт сафора японской удерживает данный компонент, этот белок, это один из элементов белковой пары в зоне считывания информации на ДНК, а экстракт розмарина способствует самому синтезу данной белковой пары. Поэтому получается, что именно за счет этого, собственно говоря, мы и видим синергизм действия данных веществ, каждая из которых само по себе будет эффективна, но только на одну треть относительно всего этого процесса, именно поэтому издревле люди применяли комбинации лекарственных и пищевых растений, они не знали, как это работает, но они видели результаты. Результаты улучшения качества жизни, продления жизни, уменьшения количества болезней, они понимали, что каким-то образом, как говорили по Божьей воле, это осуществляется. Ну вот биохимики разгадали и продолжают раскадывать эти все механизмы, видят, как это работает уже в клетке, и поэтому с достоверностью могут утверждать, что 3 данных компонента будут работать одновременно, решая задачу увеличения количества антиоксидантных ферментов. Хочу обратить ваше внимание, что данный вопрос был специально изучен в России на базе Института питания, и в течение почти двух месяцев под руководством профессора Исакова изучался продукт новая формула XX, для того, чтобы зафиксировать те эффекты, которые можно было бы проверить на группе пациентов, причем это было плацебо-контролируемое двойное слепое исследование, когда ни врачи, ни сами пациенты не знали о том, что, так сказать, они принимают. Соответственно, эффект психологического влияния на улучшение здоровья был исключен. Да я, если честно, и не очень, так сказать, верю в возможность с помощью психики изменить состав ряда показателей крови, хотя, наверное, у некоторых людей это возможно. Поэтому, конечно, речь идет реально об оказании эффекта, это оказание эффекта с помощью состава, содержащего витамины, минералы и усиленные формулы фитонутриентов. Что же получилось? Получилось достаточно интересно, что выявлено снижение уровня гомоцистеина в крови у этих людей, а это принципиально для, так сказать, предотвращения всех различных сердечно-сосудистых событий, угрожающих жизни и ускоренному развитию атеросклероза. И очень важно, что произошла коррекция фермента, входящего в пул ключевых ферментов печени, это так называемое ГГТ в анализах или гамма-глутамат-трансферазы, который, в общем-то, к сожалению, очень у многих россиян имеет тенденцию к повышению за счет качества питания, ну и у ряда людей за счет неумеренного употребления алкоголя. Поэтому данный продукт может совершенно смело рассматриваться как средство для предотвращения сердечно-сосудистых событий и сохранения на должном уровне функции печени по синтезу и по детоксикации веществ. Хочу обратить внимание, что уровень кверцитина также достоверно был зафиксирован в сторону статистически значимого повышения. А поскольку кверцитин – хорошо изученный фитонутриент, с доказанными эффектами можно, соответственно, предположить достаточно широкое влияние на функции ключевых органов и на мозг, и на сердце, и на сосуды с помощью данного вещества. То есть оно хорошо всасывается и достигает своей достаточной концентрации в крови и, соответственно, в итоге в органах и в клетках. Давайте немножко с вами пройдем по теме состава с более подробным, скажем, акцентом на те или иные вещества. Ну, мы с вами хорошо знаем вот этот вот цветовой код, который касается тех или иных групп нутриентов, которые позволяют, ну пусть условно, но их фиксировать в своей памяти по отношению к тем или иным процессам, органам и, соответственно, исходя из их состава. Ну, ликопин, антоцианы и другие компоненты вы хорошо знаете, как я сказал, что для вас новым будет немножко этот куркумин и розмариновая кислота. Напомню, что в состав продукта входит в стандартизованном количестве ликопин в достаточно хорошей суточной дозе, а именно 5 мг. вот, обращаю ваше внимание, что, поскольку мы знаем, что источником ликопина одним из лучших являются томаты, ну, в общем-то и не только, то для того, чтобы поддерживать данную концентрацию действующего вещества, употреблять нужно не менее килограмма томатов в сутки, что для многих неприемлемо ни по финансовым, ни по иным соображениям. Хочу обратить ваше внимание, что ликопин достаточно хорошо изученное, так сказать, вещество. Вы видите, что он содержится не только в томатах, но также и в других пищевых растениях, и в грейпфруте, и в арбузах. Вот, но, однако, еще раз обращаю внимание, что для этого нужно их потреблять много и системно, а потом есть же такое понятие, как сезонность. И вот эта сезонность, она, к сожалению, будет влиять на те же помидоры, помидоры летом, те же астраханские, и помидоры, так сказать, подмосковных хозяйств зимой, это несколько разные помидоры, естественно, с разным содержанием ликопина. Однако он достаточно важен, позволяет решать интересные профилактические задачи в отношении профилактики онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых различных событий и профилактики ухудшения зрения с доказанной эффективностью, снижая уровень холестерина, прежде всего за счет липопротеидов низкой и очень низкой плотности. Поэтому данное вещество, оно, будучи хорошо изученным, в общем, весьма рекомендовано в составе питания. Ну вот вы видите, что сердечно-сосудистые заболевания в России устойчиво держат первое место по своим, так сказать, скажем, нагрузке на здравоохранение. К ним, к сожалению, начали приближаться и онкологические заболевания. Поэтому использование таких веществ с доказанной эффективностью, конечно, является принципиальным для сохранения здоровья в массовом масштабе. Если говорить конкретно о сердечно-сосудистой патологии, то такое влияние ликопина на уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, а именно снижение, позволяет достаточно ощутимо предотвращать очень многие такие, скажем, принципиально важные для России заболевания, да и не только для России. То есть снижение уровня холестерина устойчивое на 10% позволит, как вы видите из слайда, снизить риск развития ишемической болезни сердца, осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и даже и смертности на весьма неплохой процент, в среднем на 5% в масштабах популяции. Это весьма серьезный хороший показатель. Еще раз обращаю ваше внимание на влияние ликопина на профилактику онкологических заболеваний. И надо сказать, что здесь работает достаточно интересный механизм. Выявлено, что большая часть онкологических заболеваний является следствием наличия хронических воспалений в зоне последующего роста опухоли. Поэтому вот эта противовоспалительная функция ликопина, она как раз и решает вот эту задачу. И в частности, такой механизм развития онкологических заболеваний характерен для рака предстательной железы, рака желудка и рака легких, что также важно, поскольку эти раки устойчиво держат лидерство в первой десятке по номенклатуре, ассортименту такому негативному онкологических заболеваний в России. Зрение. К сожалению, нагрузка только возросла за последнее время. У нас большое количество стационарных, мобильных различных устройств, компьютеров, которые, безусловно, негативно сказываются на антиоксидантной защите органа зрения, негативно сказываются на функции сетчатки, негативно сказываются на прозрачности хрусталика. И поэтому антиоксидантная защита и система восстановления, работающая через другие механизмы, для нас носит принципиальный характер. Количество катаракт возросло. Некоторые успокаивают себя, считая, что можно будет потом просто заменить хрусталик. Хочу обратить ваше внимание, что операция простая, да, действительно, хрусталик можно заменить, но не у всех отнюдь людей после этого зрение быстро нормализуется, люди еще несколько лет мучаются, потому что видят плохо. Вот поэтому не надо себя в этом плане успокаивать и настраивать просто на замену определенных частей глаза, а лучше максимально долго сохранить функцию естественных элементов, в частности, предотвращать катаракту. Вот еще одна очень важная группа веществ, содержащихся в продуктах прежде всего темного цвета, это антоцианы. Антоцианы также входят в стандартизованном количестве в новый XX, и это, в общем-то, очень правильная и своевременно решенная задача по той простой причине, что без антоцианов мы также оказываемся в достаточной степени беззащитны перед рядом таких весьма распространенных заболеваний, в том числе и онкологических. И суточная доза как раз антоцианов в норме не менее 15 мг, а при возникновении различных негативных состояний заболеваний существенно возрастает, потому что возрастает в это время потребность. Антоцианы обладают целым спектром интересных эффектов, которые давно и плодотворно изучаются, изучаются в отношении ягод темного цвета, изучаются в отношении других фруктов. И, конечно, антоцианы – это прекрасные иммуномодуляторы, которые обеспечивают защиту от различных видов инфекции. Конечно, традиционно та же черника рассматривается как источник защитных веществ для функций глаза. Да, безусловно, все абсолютно антоцианы работают на уровне стенки сосуда и предотвращают повреждения. И с последующим развитием атеросклероза работают по последним данным в сфере онкопротекции, защиты от онкологических заболеваний. И, конечно, нельзя не сказать о новых данных по влиянию на защиту клеток центральной нервной системы, прежде всего нейронов, да и глии также от повреждения различными агентами, это и свободные радикалы, и различные ксенобиотики. Здесь вот вы видите интересный, в общем, достаточно слайд, который показывает влияние антоцианов, как представителя большой достаточно группы биофлавоноидов, на такой вот интересный, влияние на такую интересную проблему, как регуляция артериального давления. Дело в том, что было замечено о том, что, да, действительно достаточное количество антоцианов в сутки обеспечивают плавный контроль за артериальным давлением, но не совсем было понятно, каким образом это происходит. Ученые работали над этим вопросом и выявили, что это, оказывается, работает через механизм, который также используется и фармацевтическими компаниями, но просто немножко с другого, скажем, будем говорить, конца, да, через рецепторный аппарат. Вот, а в данном случае механизм существует и другой, он может быть более естественный даже и с меньшим количеством побочных эффектов, если не сказать, что без них, это влияние на синтез самого, так сказать, гормона, который обеспечивает сосудосуживающий эффект, соответственно, подъема артериального давления, то есть через давно изученный ренин, так вот антецианы способны вмешиваться в хорошем смысле слова в синтез ренина на уровне ДНК и предотвращать его избыточную продукцию, таким образом, собственно говоря, запуская вот этот вот гипотензивный снижающий давление эффект без побочных эффектов. По сути, это же компонент пищи, я думаю, что для нас это хорошая новость, что не всегда мы должны пожизненно употреблять лекарственные препараты для того, чтобы контролировать свое давление, а можем просто употреблять продукты функционального питания и биологически активные добавки. Ну вот здесь еще один интересный механизм, который тоже был плен и время назад установлен. Это влияние на активность основных антиоксидантных ферментов, которые уже упоминались выше, это супероксид дисмутаза, марганец или цинкмедь зависимая, это каталаза железозависимый фермент, это глатутион пероксидаза и глатутион трансфераза селенозависимая. Вот, собственно говоря, это основные те белковые структуры, которые обеспечивают отслеживание и нейтрализацию действия основных веществ с прооксидантной активностью и, соответственно, дают возможность предотвращать повреждения клеточных мембран. Так вот, орган зрения испытывает как раз достаточно серьезную нагрузку свободными радикалами как извне, так и изнутри, поэтому использование данных веществ, в общем-то, крайне актуально. Ну, кстати говоря, и в нервной системе точно так же, вообще говорят, что глаз это вынесенный на периферию мозг, поэтому все процессы, которые идут в глазе, они актуальны точно так же и для нейронов и имеют, по сути говоря, один и тот же сценарий действия. И также интересным является то, что антоцианы способны регулировать уровень липидов в крови, нормализуя его, снижая атерогенные, так называемые, фракции, то есть липопротеиды очень низкой плотности и низкой плотности, и повышая липопротеиды высокой плотности, соответственно, которые способствуют удалению избытков холестерина из сосудов. Хочу обратить ваше внимание, что тут работает тоже интересный механизм достаточно, механизм снижения воспалительной реакции в стенке сосуда, то есть предотвращение хронического воспаления, которое сейчас по всем современным данным является основной причиной возникновения атеросклероза, где липиды уже выступают вторичными инструментами, фиксируясь в зоне хронического воспаления и как следствие хронического повреждения. Еще один наш, в хорошем смысле слова, фигурант нашего сегодняшнего, так сказать, разбора – это куркумин. Суточная доза куркумина, как вы видите, существенно выше, чем предыдущих компонентов, и куркума очень давно используется для поддержания здоровья, является компонентом очень многих традиционных, так называемых, лекарственных средств медицинских систем всего мира, это и эрведа, это и традиционная китайская медицина, и тибетская медицина, и, к счастью, и европейская медицина тоже обратила на это растение свое пристальное внимание, хорошо изученное растение с достаточно серьезно выявленными интересными эффектами. И вот здесь на слайде обращено внимание на то, что куркума, куркуме розень, не всегда она всасывается хорошо, для этого даже используются различные такие хитрости производителям в виде смешивания куркумы с экстрактом черного перца, даже на этот счет специально запатентованные есть составы, которые решают эту задачу транспорта через клеточную стенку, по одной простой причине, что куркума очень хорошо захватывается стенкой кишечника и используется на месте, и возникает эффект обкрадывания организма за счет клеток энтероцитов, которые куркуму используют для решения задач по защите от повреждения в результате использования некачественной пищи. Поэтому вот некачественная еда активно побуждает энтероциты кишечника для того, чтобы большую часть куркумы оставлять у себя на месте для собственных целей. Для этого существуют специальные вот такие интересные подходы у производителя для того, чтобы преодолевать вот это вот захватывание, и чтобы часть куркумы все-таки поступала в кровь, и можно было бы ее использовать для нуж всего организма. Поэтому и такая высокая доза по сравнению с предыдущими компонентами, потому что кишечник сам очень сильно любит куркуму, и, соответственно, куркубин как основное действующее вещество. Вот вы видите здесь на слайде как раз комментарии более развернуты к тому, о чем я сказал, и в частности вы видите, что на первом месте стоит синдром раздраженного кишечника. То есть, то самое как раз использование на месте или инситу как бы, да, и панкреатит также. И в данном случае эта специя очень мягкая, в отличие от перцев и ряда других веществ, которые как раз разрешено использовать при патологии желудочно-кишечного тракта, потому что куркума, наоборот, восстанавливает функцию кишечника, а не ухудшает состояние у людей с хроническими заболеваниями. И вот синдром раздраженного кишечника – это очень распространенная проблема, которая, в общем-то, доставляет много различных неприятностей своим владельцам, людям, у которых такое состояние развилось, потому что никаких повреждений в стенке кишечника не выявляется, заболевание считается функциональным, однако оно весьма проблемно, потому что нарушается стул, возникает неприятное ощущение, газообразование и так далее. Также обращаю ваше внимание, что куркумин и куркума в целом хорошо применимы при сахарном диабете, особенно второго типа, контроле за весом и различных тенденций к воспалительным заболеваниям суставов и даже может являться средством для предотвращения прогрессирования псориаза. Вот синдром раздраженного кишечника, как вы видите, комментарий, страдает не менее 20% людей, средний возраст порядка 30-40 лет и большая часть – это женщины. Основной фактор, который запускает этот процесс, это стресс, но стресс в самом широком смысле этого слова, не надо думать, что это только психоэмоциональный, да, психоэмоциональный, безусловно, но стресс некачественной едой сейчас стал стрессом еще большим, особенно для кишечника. Это стресс дефицитного питания и стресс избытка ксенобиотиков, который поступает, с которым энтероциты клетки кишечника вынуждены, как говорят, разбираться по нашей воле. Поэтому куркумин здесь как раз и работает на нивелирование последствий вот этого психопитательного стресса, если так можно выразиться. Вот на сегодняшний момент мы видим, что по тем исследованиям, которые проведены, по коррекции состояния синдрома раздраженного толстого кишечника, уменьшения проявлений, то эти симптомы могут под действием моноприема только одного куркумина снижаться на не менее чем 60%, снижается воспаление, уходят все неприятные симптомы, нормализуется стул и, соответственно, не развиваются более сложные заболевания, которые могут сопровождаться извязлением слизистой и так далее, вплоть до онкологических заболеваний. Безусловно, куркумин – это такой король борьбы с начальными проявлениями воспалительных состояний в суставах. Очень многие люди сейчас этим страдают, и куркумин сейчас начинает активно конкурировать с противовоспалительными препаратами синтетическими, которые традиционно применяются либо в форме таблеток, капсул, либо местно. Очень часто в составе одно и то же вещество – это диклофенак. К сожалению, имеющие много побочных эффектов. Да, эффект достаточно быстрый, но люди не задумываются о том, что постепенно это приводит к побочным эффектам, и принимать его длительно невозможно, к сожалению, как бы не хотелось. Поэтому применение куркумы и куркумина как основного действующего вещества становится реальной альтернативой предотвращения прогрессирования воспалительных заболеваний суставов, которые, кстати, хочу обратить ваше внимание, зачастую являются следствием нарушения питания, воспалительных реакций в кишечнике, формирования аутоиммунного ответа, который в конечном счете приводит к этим воспалительным заболеваниям. То есть не надо думать, что суставы отдельно от желудочно-кишечного тракта, они скорее являются продолжением этой драмы нарушенного неадекватного токсического питания. И, конечно, вот это простивовоспалительное, так сказать, свойство куркумина – это очень хороший такой интересный подход как раз к уже обсуждавшейся теме, а именно теме по предотвращению атеросклероза, потому что мы с вами выявили, что атеросклероз развивается не только из-за повышения уровня холестерина, как многие думают, но и прежде всего начинает развиваться из-за хронического воспаления, повреждения сосудистой стенки. И куркумин на этом уровне тоже, как противовоспалительный универсальный агент, тоже работает. Соответственно, и снижается выраженность такого состояния, как гипертония, потому что нарушение структуры ткани сосуда также, в общем-то, является причиной массового развития вот этих гипертонических реакций. Ну, вот мы с вами добрались до розмариновой кислоты, это производная, в принципе, кофейной кислоты, содержащаяся в самых разных растениях, но наибольшем количестве содержится именно в розмарине. И когда стали анализировать, в чем же секрет средиземноморской диеты, раньше думали, что это избыток достаточного количества даже рыбы, соответственно, с содержанием полинасичных жирных кислот, это, скажем так, большое количество овощей, фруктов, то когда углубились в этот вопрос, оказалось, что тут есть одна хитрость, которую раньше не учитывали, а теперь учитывают достаточно серьезно, а это большое количество употребляемого розмарина, потому что розмарин – это как раз средиземноморское растение, оно, там его родина, вокруг Средиземного моря. Поэтому эффекты, да, безусловно, обусловлены и полинасичными жирными кислотами, и в целом фитонутриентами, употребляемыми в Средиземноморье в большом количестве, но без розмарина такого эффекта не было, потому что розмарин как раз оказывает тонкое действие на регуляцию именно сосудистого тонуса, поддержание структуры эндотелия сосудов и оказывает еще один очень интересный важный эффект, который называется антигликация, то есть предотвращение пропитывания стенки сосудов эффектами стенки сосудов продуктами гликации, то есть соединения неферментативного сахаров и белков, сахаров и липидов, что является, по сути, на сегодняшний момент, по последним всем данным, одним из основных сценариев ускоренного старения и развития всех болезней ускоренного старения, в том числе атеросклероза. Поэтому розмариновая кислота – это доказанное абсолютно научное вещество, предотвращающее вот эти вот вынесенные на слайды состояние, то есть это и профилактика артериального гипертонии, это профилактика повреждения свободным радикалами щитовидной железы и, обращая внимание, профилактика развития сахарного диабета второго типа из-за гликации сосудов. Ну вот вы видите как раз комментарий к этому вопросу, механизм здесь я вам объяснил и обращаю внимание, что фактически вот эти все компоненты, которые мы с вами перечисляем, они, как видите, очень серьезно сосредоточены на сосудах и с разных сторон защищают сосуды от развития различных негативных тенденций. Еще один интересный эффект тоже, который был не так давно установлен, это влияние на избыточное образование ангиотензина, на котором сейчас сосредоточена вообще деятельность большинства фармацевтических компаний, которые занимаются вопросами гипотензивной терапии, гипотензивных препаратов и большинство современных гипотензивных препаратов работают как раз через рецепторы к ангиотензину. Так вот, здесь мы видим еще один хороший подход, а именно снижение образования самого ангиотензина, что на сегодняшний момент пока не используется в фармацевтической промышленности, которая работает в основном с рецепторами. И, в общем-то, это комментарий как раз к теме антиоксидантной защиты. Вот здесь мы видим, что сама розмариновая кислота – это хороший антиоксидант. Более того, обращаю внимание, что розмариновая кислота – это антиоксидант ступенчатого действия, который работает, если не изменяет память, на восьми этапах. На каждом этапе образуются новые антиоксиданты, которые обладают своей спецификой действия, а запускает это все розмариновая кислота. И в этом особенность данного уникального растения. Ну вот здесь как раз вы видите уже комментарии к тому визуально, о чем я сказал, а именно эффект гликации здесь более подробно рассмотрен. Все слайды у вас будут предоставлены, вы сможете повнимательнее их почитать. Но еще раз скажу, что это основной на сегодняшний момент доказанный эффект старения. И розмариновая кислота доказанно снижает гликацию. Тоже в проведенных исследованиях это было определено. Поэтому прием розмариновой кислоты – это научно обоснованные антигликирующие действия. И вот мы с вами добрались до лютеина. Организм человека, к сожалению, лютеин не синтезирует. Это тоже компонент, который поступает с пищей. Суточная доза – это порядка 5 мг. Поэтому для того, чтобы такую дозу обеспечить, это примерно 2,5 кг моркови или порядка 100 г петрушки. Не все могут такими дозами потреблять овощи и зелень. А действие основное, конечно, это поддержка функции органа зрения, которое, опять же, как мы знаем, испытывает повышенную нагрузку свободными радикалами. Эффект лютеина обусловлен поглощением сине-фиолетовой части спектра на уровне 460 нанометров и, соответственно, антиоксидантной защиты, антиоксидантной протекции, предотвращающей дегенерацию сетчатки с постепенной потери зрения. Мы с вами на этом будем уже заканчивать нашу лекцию, где мы с вами рассмотрели основные компоненты Double X нового состава и, в общем-то, познакомились с его преимуществами, которые, безусловно, выражаются в определенных новых результатах, которые с помощью продукта можно будет получить. Я думаю, что они не замедлят себя проявить. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вам было интересно и важно послушать сегодняшнюю информацию, которая, я надеюсь, будет достаточно быстро вами применена на практике. Удачного вам дня. Всего доброго.